Всем привет! Сегодня с вами передача спорта Мистен и я Александр Бондарь и моя подопечная Юля. Покажем вам фрагмент круговой тренировки. Круговая тренировка это та тренировка, которая включает в себя несколько упражнений 6-7. Они все выполняются беспрерывно и после того, как вы выполнили их, дальше идет отдых. Переходим непосредственно к первому упражнению. Первое упражнение более разминочное, выполняется без веса, но довольно-таки трудное. Называется обратная гиперэкстензия. Сейчас Юля вам продемонстрирует, как его делать. Юля, ложитесь. Здесь Юля ложится скамейкой на животик, так, чтобы у нее тазик был в самом конце. Скрещиваем пяточки вместе и начинаем поднимать их вверх. Вот в этом движении активно участвуют ягодичные мышцы, бицепсы бедер и также поясничный отдел спины. Перейдем ко второй части выполнения этого упражнения. Встановимся на скамейку на четвереньки, прогибаем поясничку, ножки выбираем, одну ножку прямую и пяточкой также бьем в потолочек. Также работают у нас ягодичные мышцы, только здесь уже более изолированная идет нагрузка. Мы ее распределяем на каждую ягодичную мышцу отдельно. И теперь мы переходим ко второму упражнению в нашем комплексе. Напоминаю, что это круговая тренировка, поэтому после предыдущего упражнения отдыха у нас нет. Сразу подходим к гантелькам, берем небольшие гантели, ставим ножки широко, давай Юля, ставим ножки широко, гантели между ножек у нас. И выполняем приседания, широкие приседания с широкой постановкой ног. Давай Юля сейчас продемонстрирует вам выполнить иногда около 20 приседаний таких. Сейчас мы будем делать упражнения на верхние части тела, с низом мы уже закончили. И первое упражнение будет жим в тренажере лежа. Жим в тренажере лежа упражнение несложное, все в тренажерах упражнения довольно делают легко. Юля вам продемонстрирует, как его делать. Для начала нажимаем ножкой на педальку, она поможет нам выдвинуть рукоятки. Выжимай Юля, выжимай, выжимаем. Начинаем с верхней позиции, сначала мы держим вверху. И потом плавным движением растягиваем, опускаем локотки, растянули, максимально растянули, до сколько позволяет вам растяжка, и выдавливайте вверх. После выполнения жимов мы будем выполнять упражнения на спину. Так как грудные мышцы и мышцы спины, это у нас антагонисты, их довольно-таки рекомендуют тренировать вместе на одной тренировке. Продемонстрирует вам сейчас Юля выполнение упражнения, называется тяга Т-грифа. Также выполняется в тренажере. Упираемся хорошо ножками, корпус должен быть прогнутый. Самое главное в тренировках спины, это прогиб в поясничном отделе. Если у вас будет прогиб в поясничном отделе, значит вы задействуете именно те мышцы, которые нужны вам. Мы делаем большие, широчайшие мышцы, ромбовидные мышцы и трапециевидные. Выполнение движения начинается из усилия в локтей. Мы тянем локтями, не руками, предплечье у нас расслабленные. Вот эта часть руки у нас идет расслабленная, а вот отсюда вы начинаете уже усилием вытягивать ее вверх. Подемонстрирует вам Юля. Давай, поехали. Вот. И вверху надо максимально свести лопатки вместе. После упражнения на мышцы спины мы переходим к самым маленьким мышцам, которые находятся у вас наверху тела. Это трицепсы. Трицепс-блоки называется упражнение. Упражнение несложное, односуставное. Выполнять его довольно-таки легко, но есть тоже свои нюансы. Давай, Юля, бери в ручки. Берем в руки канаты, локти прижаты к корпусу, чуть-чуть вперед. Должна у вас такая быть позиция, чтобы локоть был чуть-чуть впереди плеча. Так вы максимально задействуете ваш трицепс в работе. И начинаем работать. Разъебаем. Только идет локтевом суставе у нас движение. Разъебаем руки и плавненько назад. И завершающим упражнением на сегодня будет бицепс в блоке. Бицепс в блоке также односуставное упражнение. Ничего сложного в этом движении нет. Локти, главное, чтобы были полностью прижаты к корпусу, предплечья. Максимально постарайтесь расслабить, чтобы всю основную нагрузку получил бицепс, так называемая двуглавая мышца плеча. Сейчас Юля продемонстрирует вам, как его делать. Главное, чтобы вы не теряли напряжение в ваших руках. Сегодня мы посмотрели с вами вариант круговой тренировки, которая включала в себя все основные большие мышечные группы. Ножки, спина и ручки. Спасибо всем за внимание. Приходите к нам тренироваться. Будете красивые и здоровые. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова